Друзья, всем привет! Сейчас мы поговорим о Панченко. Есть новые данные об этой предательнице. У меня эксклюзив о том, где и как снимали они свое это кино и о том, как это все было. В общем, вам будет прям интересно, друзья. Не забудьте подписаться на канал, лайк, шер, комментарий, подписка. Это очень важно, потому что нам нужно бороться с российской пропагандой. Вы увидите, какие усилия сегодня и средства вкладывает российская пропаганда, в том числе в предательницу. Панченко. Итак, друзья, Панченко, напомню, сняла целый фильм о себе. Еще, похоже, только первую какую-то серию о себе страдалицы, которые, оказывается, все президенты ее боялись. И Порошенко, и Зеленский. Очень смешно, никто не знает, кто это такая. Но сейчас они активно из нее это лепят. Как это было? Сейчас вы увидите, знаете, уникальное видео из-за кадра, потому что я нашел Панченко. И как это было? И где это было? Произошло все это в Стамбуле. Снимали в ресторане Ускумру. В общем, это скумбрия переводится. На берегу Босфора. Ресторан дорогой, такой, с высокими ценами, как для Турции, так и весьма высокими ценами. С дорогим чеком. Туда люди приплывают прямо на катерах, гуляя по Босфору. Вот посмотрите, там отзывы, что они пишут. И они вот это все сняли. И там Панченко это снимала. Наехалась не целая команда НТВ, пропагандистского канала. Куча операторов. Прямо как суперселебрити. Куча операторов, камеры, суфлеры. Ну да, Панченко, в общем, ученые разгадали тайну улыбки Монелизы. Она просто ***. Ну вот и Панченко, похоже, тоже сама она не могла из себя там два слова, что называется, выдавить. И все чистояло и читала с суфлера. Что же там на суфлере говорится? Сейчас вы увидите это видео, как она стоит, читает. И там беготня была вокруг нее большая. А был с ней еще и украинский бизнесмен, которого мы тоже уже опознали. Значит, давайте, ну давайте пошагово. Итак, где это было, уже вам рассказал. Давайте еще покажу вам. Вот сейчас кусочек, посмотрите, как она жалуется на Порошенко. Помните, я вам рассказывал, она говорит, что Зеленский ее страшно боялся. Она в этом фильме говорит, да. И, оказывается, Порошенко тоже ее боялся. Но вообще все-все-все боялись Панченко. Ну вы что, это же такая Панченко. Никто о ней не слышал, но это же не знают в глубоком Урале, для которого все это снималось. Посмотрите. Не пройдет 40 дней, загибли небесные сотни. А что я ему сказала? Так прошло 40 дней. Он развернулся и ушел. Потом у руководителя моего канала были большие проблемы. Из пресс-службы Порошенко позвонили на канал, спросили, а это заказуха, что вы делаете? Кто дал денег этой журналистке? Вот видите, она как бы говорит, как будто с кем-то она говорит. Но на самом деле говорит она там с суфлером. И сейчас вы увидите уникальное видео, как это все снималось. От которого, когда Панченко увидела это на моем телеграм-канале, у нее истерика полная. За ней следят, за ее преследуют. Посмотрите. Вот так это снималось. Еще смешной момент. Один из работников того ресторана снял с ней маленькое тоже видео и подписал с российским телевидением. Ну, в принципе, все правильно. Посмотрите. В общем, вот вы видели видео, как она, как это все снималось, как она с суфлеров это все читает. Вы обратили внимание на суфлеры? Вот там стоят суфлеры, она с суфлеров это все читает. Иногда как бы голову отводит, типа ищет реплику. Но все это такая дешевая игра. А трется вокруг нее некий человек. Я на своем телеграм-канале выложил, кто это, друзья. Помогите найти. И мы его нашли. Этот человек очень похож на Олега Солодухова, украинского бизнесмена. Из Донецка, который занимался перевозками. Более-менее известным он стал в гугле появился, когда он женился на украинской певице Яне Соломко. В 2019 году они разошлись с Яной Соломко. Ну и как видите, значит, нашел он себе Панченко. Последнее, что о нем есть, что в мае 22-го года, ну в 21-м году он там в Одессе терся. Значит, в каких-то конференциях принимал участие. Занимался перевозками зерна и еще чего-то. В мае 22-го года он в Стамбуле, значит, что-то до какого-то участвовал в каких-то конференциях. Когда и как он покинул Украину, ну мне пока узнать не удалось. Но вот сейчас он вместе с этой предательницей там, значит, вокруг нее трется. Друзья, ну Панченко как бы на все, что я узнал подноготную всех ее съемок, истерика. Она пишет, что за ней следят спецслужбы, ей скоро конец. Панченко, тебе действительно будет конец, но от не украинских спецслужб, а от российских спецслужб. Они недаром из тебя лепят сейчас жертву. Да посмотрите, несчастную Панченко активно цитируют. Соловьев, посмотрите. Хоц, посмотрите. Скобеева, но таких случайностей не бывает. У них есть прямая команда из ФСБ продвигать Панченко. Они это делают. Посмотрите, какие деньги вкладываются в Панченко. Вы думаете, для чего? У меня есть такое подозрение, что потом сделать из нее сакральную жертву. Поэтому, Панченко, сдавайся скорее украинским спецслужбам, если не хочешь повторить судьбу уже многих Дугина и прочих, которых потом ликвидируют, делая из них сакральные жертвы. И тебя там не зря якобы, тебя так все боялись, а потом, посмотрите, видите, как ее боялись. И потом будут показывать твои фотографии, не Бензи, всякие на Севбезе ООН. Поэтому сдавайся украинским спецслужбам, пока не поздно. А вы, друзья, помогите мне поделиться этим видео. Это важная информация. Нам нужно предотвратить планы российской пропаганды. И мы боремся на информационном фронте. Мы с вами, друзья, силы специальных операций информационного фронта. Держим строй. Продолжение следует... Продолжение следует...